Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Время новых решений. Николай Любимов отчитался перед областной думой и обозначил основные приоритеты развития области. Жильцы дома на Ленинского комсомола бьют тревогу. Здание, в котором они живут, буквально рассыпается на глазах. Мерседес за 20 тысяч. Не оплатил дорожные штрафы, лишился авто. Литературные предпочтения. Какие книги выбирают горожане? Испытание пандемии регион прошел достойно. Мы подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов, выступая с годовым отчетом работы правительства перед народными избранниками. По его словам, несмотря на коронавирусную угрозу, повышение качества жизни людей по-прежнему основной приоритет для региональной власти. Формирование комфортной среды – важнейший общественный запрос рязанцев. В прошлом году власти благоустроили 49 дворов и территорий. Николай Любимов пообещал избавлять темпов. 2020-й был годом особенным и напряженным. Говоря о нем, Николай Любимов не ограничивал себя в эпитетах. Угроза колоссальной сложности и нечто новое. После атаки пандемии основной удар пришелся на региональную систему здравоохранения. И она с честью выдержала испытания. Я считаю, что испытания пандемии регион прошел достойно. В короткие сроки была налажена системная и слаженная работа. Не было растерянности. Все сохраняли хладнокровие и самообладание. Подтвердили свое умение работать в условиях больших нагрузок. Главной задачей была реализация профилактических мер с целью защиты наших граждан, обеспечения медицинской помощи всех, кто в этом нуждался. Исправились в том числе и благодаря хорошо организованному волонтерскому движению. Потому что я бы вообще поставил вот это событие где-то в топ-10 за последние несколько лет. Даже за последние несколько десятков лет. Потому что действительно стали все как один. И во многом как раз волонтеры и помогли на первом этапе сдержать развитие, распространение вот этого процесса эпидемии. И по сути дела дали возможность медикам, как говорится, научиться лечить. Пандемия должна была ударить и по экономике региона. Но цифры говорят об обратном. Индекс промышленного производства превысил 106%. И это четвертое место в Центральном федеральном округе. Рязанский агропром и вовсе безусловный лидер по всем показателям. Поддерживая в самый сложный период пандемии малые и крупные промышленные предприятия, сельхозпроизводителей, мы старались удержать на плаву экономику региона в целом. Создать дополнительную подушку безопасности и обеспечить возможность финансировать социальную сферу. Во главу угла и в работе правительства, и нашей депутатской работы было поставлено спасение жизни и здоровья граждан. Это главное. И несмотря на те ограничения, которые возникали, мы не сбавили темпов, мы сумели получить рост промышленного производства, аграрного производства. Мы поддержали малый бизнес и тем самым обеспечили, по сути, доходную часть регионального бюджета на уровне прошлого года. А это позволило нам выполнить все социальные обязательства, которые регион имеет перед рязанцем. Социалка – ключевая сфера приоритетов регионального Кабмина. Детские сады, ФАПы, спорткомплексы. Даже в сложных условиях в области строили 35 объектов, 22 из которых уже в работе. Комфортная городская среда – сегодня важнейший общественный запрос рязанцев. 49 дворовых территорий уже улучшены. В этом году денег будет больше. Средства получат 19 муниципальных образований. Запланировано модернизировать 26 общественных пространств и 14 дворовых территорий. Люди хотят видеть свои города и поселки удобными, красивыми, зелеными, не когда-нибудь в светлом будущем, а здесь и сейчас. Мне показалось чрезвычайно серьезным и важным в докладе то, что учтены все те настроения и запросы общества к власти. Мы видим тот серьезный, очень заинтересованный и, я бы сказала, взволнованный анализ ситуации со стороны руководителя нашего региона. Мне показалось очень важным тот факт, что прежде всего губернатор планирует, намерен и заявил о готовности повышать требования к качеству управления, к органам исполнительной власти, к правительству Рязанской области в реализации тех запросов, которыми живет население региона. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие, либо бездействие придется отвечать. Этим заявлением Николай Любимов, возможно, озадачил региональных министров. Указание четкое. В течение месяца о своей деятельности доложат заместители председателя правительства по профильным блокам. Эта власть намерена быть максимально открытой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители дома 89 на Ленинского комсомола обратились к нам в редакцию. Стена здания буквально рассыпается на глазах. Анна Герцовская убедилась в этом, лично побывав на месте события. Вот в какую труху превратились блоки, из которого состоит первый этаж дома номер 89 на улице Ленинского комсомола. Квартира первого этажа в скором времени рискует остаться без стены окон. Штукатурка отваливается на протяжении двух месяцев. Из-под нее выпадает основной строительный материал. Малейшее прикосновение к фасаду может вызвать дальнейшее обрушение. Я живу на первом этаже, и у нас там рушится стена. Вот где окно, за пластиком уже сыпется все. Второй этаж у нас кирпичный. Этот шлак. Шлак. 63 года дому. Вот. Шлак, естественно, падает, потому что кирпич оседает. Еще крышу сделали, она такая тяжелая. И вот она вздувается, вздувается от тяжести. Вот крышу новую сделали. Я не хочу сказать, что плохо. Хорошо. Нам нравится крыша. Все, молодцы. Но теперь вот все валится. Планировался фасад дома. Ой, ремонт фасада. Вот. Но его перенесли. То есть там не хватало денег у жилищной компании. Нам сказали с каждой квартиры, давайте по 30 тысяч рублей соберетесь, и мы вам сделаем ремонт. Либо давайте перенесем на следующий год. По словам жильцов, собрать полную сумму они не смогли, поскольку, в частности, пенсионеры не сумели найти назначенные суммы. Ремонт фасада был перенесен на этот или следующий год. Но дом не дождался. Да и сейчас любая проезжающая по линкому машина углубляет и расширяет эту дыру в стене. Едут машины когда. Вы не представляете, что с посудой творится. Они играют. Они вот так играют посуду у нас. Эти фужеры, бокалы. Сейчас фрижераторы пойдут, потом вот эти большие, потом с цементом вот эти вот машины. И прям бум-бум. И он так сыпется. И вот это вибрации машины. А машины страшные ездят. Другой раз спишь и вздрагиваешь. Прям бум. Жильцы говорят, что проблема обрушения фасада существует уже два года. В последний раз эту дыру заделывали осенью. Сейчас горожане вновь просят о помощи. Я стала обращаться в ЖЭУ. ЖЭУ, получается, мне ответили. Приходил мастер, делал фото фасада. Далее прошло где-то, может, месяц. Дальше никаких действий от мастера. Дальше я написал во все инстанции. Я написал в жилищную инспекцию, в администрацию города Рязани. Я проживаю здесь с маленьким, несовершеннолетним ребенком. В управляющей компании не ответили, когда будет производиться ремонт этого участка фасада. Если не надо, мы, конечно, это ремонтируем, но я не знаю. Это швак и блоки, понимаете, такая штука, они такая будут. У них 50 лет – это максимальный срок. Заделаться, конечно, все заделываем. Я просто на сколько-то хватит. Представители управляющей компании, как и жители, хотят, чтобы дом стал крепким. Но никто из них не верит, что это возможно, поскольку срок годности материала истек. Жильцы подумывают о расселении. В то же время администрация города уже отреагировала на ситуацию. В мэрии сообщили, что управляющая компания «Городская роща-1» проведет работы по устранению аварийной ситуации. Кроме того, в текущем году запланирован капитальный ремонт фасада жилого дома. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Если вовремя не оплатить дорожные штрафы, то можно лишиться транспорта, на котором по этим дорогам и ездят. Так произошло с рязанцем, который лишился своего «Мерседеса». По самому выгодному курсу автомобиль рязанца арестовали из-за долгов по штрафам за нарушение ПДД. Притом сумма штрафов небольшая – 20 тысяч рублей. Небольшая, конечно же, относительно цены арестованного автомобиля. В ходе работы сотрудники органов принудительного исполнения выяснили, что гражданин В накопил 67 исполнительных документов и не оплачивал по ним долги. Чтобы принудить мужчину оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на транспортное средство «Мерседес Бенз А-200» 2014 года выпуска, предварительно оценив его в миллион рублей. Не попасть в подобную ситуацию можно. И судебные приставы дали рекомендацию, как такого избежать. У ФССП России и Паризанской области также рекомендуют гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также использовать возможности мобильного приложения ФССП России. Судебные приставы напомнили, что они могут производить арест имущества в ходе исполнения требований исполнительного документа. Сделать они это могут и без участия владельца. После этого арестованное имущество, как, например, автомобиль, может быть передан на принудительную реализацию. А все расходы по совершению исполнительных действий, например, хранение арестованного имущества, ложатся на плечи самого должника. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос и выяснил, что жители нашей страны за последние пять лет стали больше читать. 53% против 45%. Хотя, как и раньше, покупают литературы чаще, чем открывают. Мы поговорили с рязанцами и выяснили, какие книги они предпочитают. В прошлом году во время пандемии главными бестселлерами стали издания в жанре нон-фикшн. Люди хотели узнать больше о вирусах, здоровье, мировых эпидемиях, финансах, инвестициях и саморазвитии. В этом году интерес растет к художественной литературе, что может говорить о снижении уровня напряженности и возвращении к нормальной жизни. Ну, детские, да. А какие? Ой, последние сказки мы вообще про цифры читали. Что нашли? Фэнтези. Настя Любимко. Детективы. А что-то Успенской уже не помню. Там все похоже. Просто, наверное, с гуманизмом что-нибудь. Да. Последние какие вы читали? Хокин мне нравится. Знаете, я не читаю вот прям целиком книги. Я читаю просто отдельные вот статьи. Я больше историческую люблю. Последние Балашова, младший сын я читала. Дмитрия, сына Александра Невского. Я читаю абсолютно разную литературу и Библию в том числе, и классическую литературу, иностранную, и нашу. Мне очень нравится «Над пропастью воржи». По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, больше половины россиян, а это 53%, предпочитают читать живые книги, а не электронные. При этом чаще читают книги женщины 59%, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 83%, и от 25 до 34 лет 61%, а также люди с высшим образованием 68%. Наибольшей популярностью россиян пользуются исторические романы и биографии. Далее идут книги для детей. Чуть менее треть опрошенных предпочитают научную литературу. Каждый четвертый читает детективы и фантастику, а каждый пятый – отечественную и зарубежную классику. А вот меньше всего россиян интересуют ужасы и психология. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова